В Шексинской специальной школе закрытого типа для детей работают учебно-производственные мастерские. Школа стала обладателем гранта, благодаря которому из федерального бюджета получила деньги на переоснащение. Она стала лучшей среди спецшкол закрытого типа всей страны и теперь проводит семинары по обмену опытом. Наряду с уникальным центром реабилитации, Шексинская спецшкола славится своей производственной деятельностью. Под мастерские отведено целое здание. Воспитанников здесь обучают по 10 различным специальностям. В рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы нам удалось приобрести новое современное оборудование. Новые, бесшумные и безопасные. Швейная мастерская стала еще интереснее, чем прежде. Здесь ребята учатся на портных. Анастасия Бортова в этой школе всего несколько месяцев. Мы шьем постельные белья, потом игрушки всякие, там прихватки, ну для быта все. В кабинете рядом осваивают искусство кружевоплетения. У ребят есть выбор. Они могут учиться как по одному направлению, так и сразу по нескольким. Основной учебе это не мешает. Как правило, каждый ребенок выбирает то, чем продолжит заниматься в будущем. Если девочкам пригодятся знания по кулинарии, мальчиков тянет к станкам. После обучения ребята получают справку, по которой в училище для них действует сокращенная программа. Мы не просто чувствуем эту отдачу, мы ее ощущаем на себе и в тот момент, когда дети становятся уже более умелыми, и когда они уезжают от нас, и когда они затем уже дают о себе знать. А еще школа предоставляет возможность тем, кто хочет и годен по здоровью получить водительское удостоверение, прямо на базе учреждения. Трудный ребенок, так в народе называют тех, кому пришлось обучаться в спецшколе. Но такие стереотипы ломают сами дети, которые замечают, как постепенно меняются в лучшую сторону. Здесь я нахожусь второй раз. Сейчас уже 8 месяцев. Сейчас изменился я. Стал относиться к жизни по-другому. А что конкретно поменялось у тебя в мировоззрении? Характер и отношение к другим людям. Спецшкола в Шексне единственная в Вологодской области. Дети сюда попадают по решению суда за правонарушение или преступление максимум на три года. Самому младшему здесь 11, старшему 18. Сюда редко попадают второй раз. Перенять положительный опыт работы этого учреждения в Шексну едут педагоги подобных школ со всей России. Екатерина Кузнецова, Алексей Гриценко, Вести, Вологодская область.